Слово предоставляется Дмитрию Владиславовичу Кузьмину Секретарь ЛК РКС Другого пути нет Только борьба рождает советскую власть Поскольку доклад подготовлен в соавторстве С Виктором Аркадьевичем Тюлькиным Поэтому буду сказать по бумажке Правда материала много По ходу пьесы Буду выкидывать то, что не суть важно В печатной версии достанется организаторам В мае этого года исполнилось уже 112 лет Для образования в Иваново-Воскресенске Первого Совета Рабочих Депутатов Казалось бы, история советов изучена досконально Все должны понимать, о чем идет речь Но разнобой в понимании советов Отсчитай советской власти До сих пор присутствует не просто А даже множится в разночтениях Что такое советская власть? Даже те, кто являются ее сторонниками Дают зачастую довольно разные ответы Как то Вот, например, да? Это то, что было в 70-е годы в Советском Союзе Или главное заключается в названии Советы А поэтому там, где, например, областной парламент Продолжает называться Советом Чуть ли не сохраняется форма советской власти Такой пример показательный Недавно продемонстрировал в своем докладе На пленуме ЦК КПРФ Геннадий Андреевич Это было 25 марта этого года А именно, дальше цитата В декабре 2015 года Вопреки предложению представителей Единой России Наши товарищи в Новосибирске Отстояли название Городского Совета От переименования в Думу Ну и вот, собственно говоря Этим товарищи гордятся И считают, что они отстояли советскую власть Хотя на самом деле Под названием Совета Действует буржуазный парламентский орган Другая трактовка Советская власть берет свое начало От традиций русской общинности и соборности Следующее Реализуется движение к парламентской республике Советского типа Это опять же из документов КПРФ Или такая трактовка советской власти Это российская форма народного парламентаризма Между тем, чрезвычайно важно понять Сущность советской власти И сразу же подчеркнуть Что никакого отношения к парламентаризму Эта власть не имеет Вернее имеет Но с точностью да наоборот То есть отрицание буржуазного парламента Как писал Владимир Ильич Ленин Совет рабочих депутатов Не рабочий парламент И не орган пролетарского самоуправления Вообще не орган самоуправления А боевая организация для достижения определенных целей Так, лирическое отступление пропускаем Фундаментом опоры советской власти Является вполне объективная вещь Организованность людей на производстве И именно поэтому Эту организованность русские рабочие В 905 году во время Иваново-Вознесенской стачки Использовали для ведения забастовочной борьбы Бастовало только в самом центре города Около 30 тысяч человек И они собирались в пойме речушки Талка Микрофонов, понимаете, да Микрофонов в то время не было Как, собственно говоря, люди митинговали А митинговали очень просто Собирались небольшие кружки Между которыми ходили ораторы И рассматривались разные предложения Они вот как бы так курсировали челноками И беседовали Получилось вполне естественно так Что каждый кружок Большой или маленький Образовался по принципу Принадлежности к вполне определенной фабрике или заводу Ну это объективно, да Люди на производстве друг друга лучше знают Соответственно вместе обсуждают Здесь фабрика бурлена Чуть дальше суконный комбинат Далее железнодорожные мастерские и так далее Через какое-то время Выбрали пропорциональной численности От каждого кружка То есть фабрики своих представителей Для ведения переговоров Так образовался первый совет рабочих депутатов 151 человек Господа заводчики Как ни глупые ребята Сразу почувствовали его потенциальную опасность И высказали готовность вести переговоры Каждый фабрикант с депутатами от своей фабрики А рабочие держались формулы Все ото всех И ведут со всеми То есть Весь совет со всеми фабрикантами Понимая, что если их раздробят То кого-то обманут Кого-то запугают Кого-то подкупят Кому-то пойдут на уступки И общий фронт будет Ну фактически развален Председатель первого совета Вспоминал, что борьба получила Какое-то новое качество Когда помимо общих И депутатских собраний Еще стали собираться По каждой фабрике в отдельности На которых депутаты Каждый перед своими избирателями Ну Считай соратниками По работе Отчитывались и получали наказы Для проведения их На депутатских собраниях Совет был создан Для ведения переговоров Но с самого своего рождения Превратился в орган Осуществляющий Властные полномочия И управление Всей забастовочной борьбой Совет осуществлял Управление рабочей дружиной Вел забастовочную кассу Имел продовольственную комиссию Руководил типографией Ведением пропаганды Решал вопрос С выделением рабочих Для производства Неотложных работ При этом зарплата Поступала Естественно В забастовочный фонд Ну и прочие-прочие Вот такие текущие дела Длительная тяжелая борьба Ивановских рабочих Не прошла бесследно Она закалила рабочих И подготовила к будущей Еще более упорной борьбе Как писал Самойл В свое время Чувствовалось что-то новое Небывалое Прежняя приниженность И забитость во внешнем виде Рабочего мостовика Исчезли Особенно это наблюдалось В отношении рабочих К представителям Фабричной администрации Авторитет царя и бога Управляющих и директоров Сильно пошатнулся Совершенно исчезло Трусливое раболевство Перед этими лицами Отвешивание им При каждом появлении Поясных поклонов На которые последние Раньше даже не считали Нужным отвечать Конец этап Таким образом Совет родился из борьбы Как ревенсованная Форма диктатуры пролетариата И только потом Сначала в одном городе Иваново А затем и по всей России В 17-м году Установилась советская власть А затем уже Образовалась советское государство И соответственно Была принята советская конституция В этой конституции В программе партии Было закреплено Что основой Основной Простите Единицей государственного строительства Являются фабрика и завод При этом За рабочим классом Закреплялось преимущество И голоса на выборах Весили больше крестьян Так Это оставим Не успеваю Таким образом Совет Это не только Орган государственной власти И цель нашей борьбы Совет Это орудие борьбы За власть Средство достижения Цели рабочим классом И его союзникам Тот кто сегодня Обещает Что с помощью честных выборов Настоящего народовластия Правительства народного доверия Сначала Добьются победы Потом подарят народу Советскую власть Является в лучшем случае Болтунами В худшем Жуликами И помощниками буржуазии Здесь полезно вспомнить Наиболее известный пример Классовых боев Новейшей истории России А именно Выборгский ЦБК Здесь рабочие комбинаты Не ограничились Посты С сопротивлением Хозяев Требованием зарплаты Сохранения рабочих мест Работники перешли В наступление И взяли на себя Функцию управления комбинатом Они выкинули Очередных приватизаторов Претендующих на собственность ЦБК Заворота Выбрали собственный Управляющий орган Вместе с директором Образовали народное предприятие Не вместе с директором Выбрали А выбрали орган И выбрали директора То есть это я Неправильно Сформулировал Рабочие запустили Основную бумагодеревную машину Которая до этого Проставила два года Собственно говоря Градообразующее предприятие После этого Удалось организовать поставки В счет будущих поставок Было организовано финансирование Запустили котельную Которую обогревала Весь городок С символическим названием Советский То есть собственно говоря От этого Шагнула дальше уже И Городок Жизнь Областные государственные власти Надо понимать Отлично видели опасность Такой организации трудящихся Сегодня люди замахнулись На право управлять Своим заводом Завтра захотят Сами определять порядок Жизни своего поселка Города Страны Задумаются над возвращением В государственную собственность Заводов Фабрик Электростанций А это уже Собственно говоря Советская власть возвращается Именно поэтому За чрезвычайную опасность Примера рабочей власти Хозяева комбината И государственная власть С такой жестокостью Расправились с народным предприятием Были привлечены силы Отряда Тайфун Это спецподразделения Для конвоирования зэков И подавления бунтов В тюрьмах Собственно говоря Впервые в новейшей истории Выброском ЦБК 13 октября 1999 года Стреляли по очагам Зарождающихся советов Как наиболее опасно До буржуазного строя Процесса самоорганизации Борьбы трудящихся Советская власть Рождается в борьбе Прежде всего Из-за басковочных форм борьбы Недаром Прусский министр Которого цитировал Владимир Ильич Предупреждал Собрать их по классу буржуазии Дальше цитаты Из-за каждой стачки Выглядывает гидрореволюция Конец цитаты Конечно Огромное организующее значение Имеет экономическое В том числе Профсоюзная борьба При росте масштабов Она имеет тенденцию Перерастать в борьбу политическую Здесь борьба за рост зарплаты И сокращение рабочего дня Имеют особое значение Как способные стать Общей темой Для отраслей регионов А затем И общероссийской темой В этом мог бы Весьма помочь Парламентский потенциал Но важно не давать Ввести Собственно говоря Само направление В надежде Что через парламент Мы все и решим Это конечно не значит Что мы напрочь Отрицаем возможности Борьбы Владимир Ильич Ленин Подчеркивал Что программа Должна указать Что наша партия Не откажется От использования Буржуазного парламентаризма Если ход борьбы Отбросит нас назад На известное время К этой превзойденной Теперь нашей революции Исторической ступени Но во всяком случае При всех обстоятельствах Партия будет бороться За Советскую Республику Как высший По демократизму Тип государства И как форму диктатуры Пролетариата Свержение игоэксплуататоров И подавление их сопротивления Конец цитаты Интересно заметить Что даже наши хорошие союзники Не нет Да выскажут Сомнения Не слишком ли Собственно говоря Педалируется тема Советов Мол Сам Ленин предполагал Что пролетариат Разных стран Найдет другие формы Которые Будут тоже реализовывать Диктатуру пролетариата Но не Советы Понятно Мы не против других форм Но пока Кроме Парижской коммуны И Советов Собственно говоря Ничего Продемонстрировано не было Советы же показали себя Наиболее устойчивой формой А главное Мы настаиваем На использовании Организованности Трудящихся В процессе труда Так что При любом названии Скорее всего Это будут получаться Советы Еще некоторые товарищи Высказывают Сомнения Аргументом Что дескать Советы Трудовых коллективов Мы уже проходили И в них избирали Директоров Доуправленцев Так будет Дескать и сейчас То есть Ваш подход с опорой На производственный принцип Все равно не сработает Но мы же Акцентируем внимание На Ленинском указании Что совет Это боевая организация Для достижения Определенных целей Советы рождаются В той борьбе Где директоры Управленцы Директора Простите Управленцы Находятся уже Заведомо По ту сторону Баррикады И соответственно Советы в буржуазной системе Нельзя превращать В предаток управления Где часто рабочие Занимаются Завуалированным Просительством В советах Объединяются работники Наемного труда Без представителей Собственников И администрации История В результате Все что он сказал Схематично История знает Только одно направление Развития Борьба Советы Советская власть Советская государство И Советская конституция И Советский Союз Иного недавно И быть не может Без борьбы Победы не бывает Это основной опыт Советов Боевой организации Пролетариата Все Спасибо Почти вложились Продолжение следует...